у нас вот интересная штука получается я бы всем советовал перевести наш авито на английский язык для того чтобы американцы подивились так чему они будут дивиться у есть там чему подивиться то есть я не буду говорить о том что наши машины в каком-то образе стоит каких-то космических шизоидных денег это отдельная тема американские машины ровно столько же не стоит у нас все похоже решили купить машину и продать ее по возможности дороже только возникает вопрос а какую машину продаете я вам ничего не буду говорить но недавно сделал материал и вам продемонстрировал что 90 процентов машин там полная полный отстой реально полный отстой да там еще отдельные вещи продаются то и самое забавное и самое забавное там продаются там продается то что в принципе может быть было у нас но кто и когда и как мог это купить то бишь за моей спиной то что мною было куплено в 1990 году вот это вот это вот это и вот это ну и еще акустика эстония то есть это был самый топ реально это был самый топ но все это слизаны естественно за исключением бухарей это тоже слизанно было из-за рубежа естественно и делать что-то умели а что-то нет и тогда в принципе музыкальный центр такого уровня это было шикарный вариант но возникает вопрос а у кого они есть давайте определимся я очень сильно сомневаюсь что у нас городе таких музыкальных центров было штуки три я знаю второго человека у которого была такая же аппаратура и все и третьего я не знаю вообще в природе своей то бишь у него все это дело продал я не продал то бишь я более или менее по другому отношусь к моей при аппаратуре она должна долго долго работать и даже если что-то наверно все наверно вот это все наверное да у меня есть специалисты которые поменяли конденсаторы и все остальное довели до ума и но реально звучит но все-таки давайте поделимся с качеством звучания так вот качество звучания повернулась немножко другим образом в 1995 году тогда появились сабвуфера и тогда по крайней мере в россии все начало звучать по-другому и это аппаратура через пять лет перестала доставать доставлять тот самый кач она работала хорошо вопросов нет но на низы так вот чтобы низы отработали мне вот пришлось вот так вот раскрутить понимаете это эквалайзерами так поднял чтобы можно было низы прочувствовать такие сочные качественные а не у каждого не у каждого были такие штучки не у каждого и вот мы о чем поговорим с вами то бишь самое забавное что случилось то что что на а и я поимел все то что должно было быть поколение 20 лет так это даже не припомнит поколение десятилетних даже этого не припоминает сегодня сейчас сегодня сейчас и дай бог это будет подольше я вам объясняю то есть первоначально к вот этой всей аппаратуре конечно л дишки большие диски пластинки надо было еще поискать но сегодня сейчас все реально поменялось сегодня сейчас качество звучания я забыл показать но вот у меня есть такая флешечка вот это на маленькой флешечки еще раз объясню вот она не такая небольшая маленькая флешечка так на этой флешке я могу раза три объехать я ездил поверьте мне и 8000 километров мы проехали за четверо суток ездили еще по той дивной дороге по которой люди говорили привет володя за дорогу внимательно посмотрите что то есть у меня в эфире в 2007 году мы ездили в Японию посмотрите посмотрите за четверо суток 8000 километров то бишь в принципе грубо говоря территорию Евразию мы проехали смогли бы ну еще за двое суток то есть представляете да вся территория двое суток ну мы ехали так естественно ну вряд ли кто-то смог бы сделать еще по той дороге веселая дорога то была то есть понятно да ну сама Америка она конечно же меньше ну плюс туда-сюда переезда вот собственно говоря и вся территория мира как таковой то есть можно было три раза за эту флешечку проехать через земной шар ну грубо говоря мы бы намотали миллион километров маленькая флешка маленькая флешка там все красиво и ровно это уже сегодня и сейчас началось да и как бы вам объяснить то к чему все это дело шло первоначально и самого начала у нас произошли вот эти диски большие диски разные они были еще другая аппаратура была монофоническое звучание семьдесят восемь сорок пять и тридцать три обороты вот и самое забавное что когда диск ставился через некоторое время он начинал поскрипывать постановить потому что забивались дорожки что такое диск и что такое магнитная запись в смысле аналоговая запись там аналоговая запись ковырялась вот так то и потом все это дело усилилось пятое-десятое и потом уже производила и это был неплохой звук но сегодня сейчас при формате 320 кбит в секунду это просто изумительное звучание все остальное конечно похуже звучит но есть и другие вещи самый последний топ это естественно флаг до этого это был вейв файл они все были больше 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 флаг это другое модификация не знаю о чем это дело звучит но тем не менее это звучит красиво да 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 и самое забавное что сегодня все носители не имеет никакого соотношения сигнал шум а здесь всегда были соотношения сигнал шум даже когда мы стояли обыкновенные проигрывать или винила большие сигнал шум был другой вариант а в другой вариант да 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 то есть вы меня должны понимать о чем я беседую и говорю с вами то есть первоначально и потом уже к нам пришли обыкновенные ленточные проигрыватели у меня здесь пока нет ничего это уже финальная часть это реально финальная часть то есть большие такие катушечки о я толком не понимаю но если в городе магнитогорске таких как я их человека 3 или 4 ну может быть максимум это максимум то сколько их во все во всей стране город магнитогорск будем говорить 500 тысяч населения то есть давайте умножим то есть ну в топе до 5 на 500 тысяч и перераспределив то есть грубо говоря в городе полтора миллиона человек это наши дивные города челябинск екатеринбург чуть больше естественно то есть в челябинске таких 15 екатеринбурге таких 30 это топовые города еще не слишком-то много понимаете то есть ну количество людей которые специализируются точнее не специализируется для которых старое звучание она в принципе мне не нужно поверьте мне у меня есть другие музыкальные центры которые передают очень красивый сочный звук да 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 они просто изумительные вещи они стоят 5 тысяч рублей я чё-то не доезжаю это с чего вот эти колонки они должны 15 тысяч за за что за то что они самые крутые но они были крутыми да 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 за то что это все не производится ну таких если производилась штук десять эстонии ну может быть 20 больше не получилось у нас в россии больше вы не найдете ну вот ради этого еще можно что-то заплатить хотя по сути событий это не то звучание вообще как таковое да и вот эти большие бобины то без давайте все-таки поделимся что пошло дальше дальше после других бобил появились у меня пока нет ну скоро возьму естественно то есть свое время мне пришлось продать мою коллекцию я сейчас вернулся на круги свои у меня сейчас другая коллекция мною собраны и извините подвиньтесь но 50 модели 51 модели сам покрасил а тогда одну покрасил ну остальные я просто купил у анатолия черникова это был один из лучших специалистов я не знаю сейчас есть другие специалисты может быть почему нет но в тот момент он брал и покупал отличные модели самолетов в россии тогда еще не было это был восемь шестой год меня познакомили с ними был просто в фиге когда посмотрел кто что он умеет и взял у него пять моделей самолетов которые потом продал своему товарищу который потом обратно мне не вернул хотя в принципе как бы вам сказать то я знал что рано или поздно все к него придут потому что это был специалист экстра уровня и сам их приточнил к нему понимаете я лично его открыл для города манитогорск меня предварительно еще раз сказали но да ладно но самое большое событие что мной сделано было это то что я первый единственный основал клуб стендово модернизм я пошел в дворец культуры орджоникидзе на набережную 2 попросил и мы сделали да это было красиво и ровно вот с того момента я начал бизнесом заниматься 86 год так неплохо то было да и люди с бобин потом перешли до кассеты кассета скоро у меня появится но давайте определимся то бишь какие я себе купил агрегат я себе купил электронику 2 класса это был не первый класс не вега 120 и 122 это был второй класс самое забавное к чему все это дело произошло может быть кто-то не доезжает но я доезжаю то бишь и я не думал но такое случается дело в том что у нас на горе находится замечательная штука под названием крыша города нашего то есть раньше вокруг города магнитогорска в пределах грубо говоря 20 30 километров от центра располагались такие замечательные штуки которые сбивали прилетающие к нам ракеты из америки каким образом они сбивали ну может вы знаете может быть не называется воздушный ядерный взрыв на высоте там пятьдесятки от 30 до 50 км произошел взрыв небольшой естественно мощности почему нам и говорили все время то бишь этот взрыв производил электромагнитный импульс и вот те чушки которые должны были сыпать сюда электромагнитный импульс их просто отшибал и вот эти боеголовки не просто падали бы не взрываясь как они могли бы взорваться если там все было по самый клювый помидор убрано убито это был электромагнитный импульс вы не знали ну да ладно я вам рассказываю сомневаюсь что это было бы сложно но сегодня сейчас город магнитогорск еще интереснее закрыта вот откуда не скажу хотя я знаю то бишь вы не беспокойтесь все в порядке вот и когда работал радар был такой звон я не знал что это такое потом уже догадался может быть сейчас то дело работы но в том-то и случилось что мы работали в городе магнитогорске подцепленным к 50 герцем и и вот этот звон проходил то бишь даже этот звон вы могли бы записать на кассету то есть давайте определимся к чему я иду дальше я иду дальше к тому что мы в принципе могли записать вот на обыкновенную оксидную газету то есть металл вот вот она была такая обыкновенная кассета дэшка то бишь и все и все и все это было россия россия позволяла записывать на кассету соотношением сигнал шум достаточно прилично и по сути события единственное где что-то глушилось это было вега 120 там стояла какая-то такая не пришли к баре хвост штучка вот что-то глушилось то бишь все диски диски были здешние писали мы на такие кассеты естественно соотношение сигнал шум то бишь если мы сейчас говорим то есть я сейчас пишу на супер мега отличную навороченную камеру соотношение сигнал шум там практически но но если будем говорить по качеству то отношение ну примерно 80 единиц в минус то бишь если сигнал шум 100 единиц такой и это было бы событие при котором я бы даже не смог бы беседовать то сегодня сейчас есть небольшой шум естественно я убираю используя замечательные программки и в принципе это камеры на не шумит можно даже спокойненько именно на эту камеру я пишу на отличная камера вопросов нет я просто и люблю безумно я все свои камеры вот и до а которые цифровые то сейчас пошли вау вообще-то клёво стало вот и они позволяют даже на пушку очень хорошо работать особенно когда тишина то есть я могу заглушить микрофон который на мне висит естественно и да даже на пушку это будет красиво то что у меня полная тишина здесь но возникла другая проблема то есть рано или поздно наконец-таки такая штука приказала немножко долго жить потому что соотношение сигнал что и появилась другая штучка под названием оксид хрома вот здесь небольшая другая проблемка было то есть мы могли еще каким-то образом на нее записывать то есть я купил эти кассеты они у меня есть естественно то есть соотношение сигнал шум дам было ниже мало того то что я сделал то есть вы бы если мы смогли бы такую штуку найти это еще бы надо было найти то есть их не не было в природе с вообще природе своей таких sony их надо было поискать я нашел естественно но другие есть не кассеты которые уменьшают шум естественно вопросы и мы в принципе еще умудряюсь писать то есть это был диапазон а и б а есть еще другая штука ну а не помню как это дело называлось но самый топ самый топ то есть вы понимаете да что это уже был финал то есть мы на это дело писали тогда когда в первоначальной у нас появились что а вот да 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 то есть это уже ушло от того момента когда мы начали писать используя эллишки большие то есть вот они сидюки были вот сидюков мы писали потом уже мини диски пошли вот эти штучки да и мы воткнулись в том соотношении цены и качества да в котором это можно было бы использовать только отечественные деки только отечественные деки работали дальше они не писали но западные деки они появились гораздо позже да 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 то есть тогда когда принципе можно было бы забыть о существовании гонах это металлические здесь дополнительные штучки можете посмотреть вот они то есть ты когда вставляешь то есть это все было сделано для чего для стандартных американских товарищей у которых было немножко проблемы с головой то бишь на в каждой подкассетник имела своеобразные датчики которые срабатывали сверху то есть здесь два датчика то есть он уже показывал что это металл вот это была проблема чтобы записать вот на это это надо было не просто размагничивать простите очень серьезно размагничивать дросселя такие были не слышали были такие штуки у меня тоже был дроссель то бишь чтобы вот это дело размагнитить две такие кассеты всего лишь было да ой как я плюхался ой как я плюхался то есть здесь еще меньше было соотношение сигнал шум но она не дотягивала никогда до сидюков бред сирка было сегодня сейчас уже и сидюки прекратили свое существование ну потому что это уже никому не нужно было то есть есть специалисты есть фирмы которые уже выпускают ну топ это конечно флаг но 320 это реально качественный звук который очень хорошо звучит и если он хорошо и качественно подобран то я вам гарантирую что 320 это будет красиво звучать реально красиво и вы даже не услышите я могу услышать но таких людей сколько в городе магнитогорске два-три человека не более того как которые поймут звучание флаг звучание вайф файлов и звучанием хотя мы еще раз говорю если хорошо и качественно сделано ну 99 и 9 9 9 процентов населения не поймут никто о том и переходим не поймет переходящий из 320 в файл его флага уровень звучание не прям я пойму не все это поймут естественно то лишь как бы я уже объяснил то есть вот на такой маленькая флешечка у меня то что надо проехать через весь земной шаг три раза это хватит реально там много всего красиво и ровно теперь возникает вопрос то бишь в принципе я ну таких людей не так уж и много да кто занимается ну кто-то кто помнит для кого то что было является удовольствием понимаете да а теперь другой вариант вопрос то есть если я вам сегодня сейчас показал все топовые модификации да все топовые модификации то с какого ляда арктур и вот это то что у нас в топе нулевые качественные агрегаты которые в принципе выпускались чё же они стоят 25 тысяч рублей это большие бобины сколько ну кто их купит объясните мне и они могли писать только вот на такую кассету окисл металла не целиком металл не хром они могли только на такую кассету писать и приехали чё не 25 тысяч рублей это стоит я конечно хочу взять потому что первоначально я сюда поставил маяк 203 ну так себе ну так с чего такие ценники то у нас соли у вас там в голове все нормально не может быть нет у вас в голове все совсем не нормально то есть вы даже не могли потому что не было таких пленок потому что они уже закончились просто вы не сможете взять хромовую кассету больших размеров их не существовало в природе в россии вообще а металл так это вообще о чем речь тошла и как может вот это шоу пони российская советского союза таких денег стоить ну не буду это делать да был свое время дебилом но не надо было лоб морщить поверьте мне а я лоб морщу и появился вот такой такие морщины я сына говорю никогда не лоб не морщу то бишь давайте определимся не лоб не морщу лоб прости дорогой кому это все вообще нужно а то есть может быть у вас что-то возникло но кому она в природе то нужно пересчитав но реально то есть москва грубо говоря допустим допустим по москве но таких людей шипнутых на музыке и шторгнутых на круге на кругах своя таких людей 300 потому что москва большой город но плюсом еще допустим по всей стране ну тысячи человек тысячи ну вряд ли больше естественно которые хотят это вернуть тысяч человек всего лишь но на вид тысяч людей которые думают что кому-то эта хрень нужно ну я не знаю то бишь у нас есть городе один специалист которого мы именуем по другой специальности то есть он сам пилот естественно сейчас вернулся на круге пилотирования то есть ему нравится самолету сейчас продолжает летать то есть у него с бизнесом все было не просто хорошо супер вот я к нему зашел да 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 я посмотрел вот он реально занимается то есть он реально занимается воспроизводением звучания на различной ld-шные большие и не только свое время мы будем говорить что первоначально звук немножко по-другому записывался то есть сначала это будут цилиндрики и механизм звучания и механизм записывания не был сверху а двигался справа налево или помню как то есть вот эти цилиндрики были я все это дело слушал потом все это дело поменялось естественно это все они есть это все красиво это ровно это хорошо но таких людей в городе митогорске вам один человек один человек который этим делом занимается ну в челябинске 3 и все и все то есть он собирает до вопросов нет вы можете в принципе если будете договоренность такая но не буду говорить надо будет позвонить у меня телефончик мой естественно есть в эфире а иногда вы можете просто посмотрел другие мои сюжеты я иногда показывают эфирные сюжеты на и моей страничке то есть там есть мой телефон я могу дать но какого перепуга вот это авито внедрять такие ценники это я чего-то не доезжаю с моей точки зрения но может быть гораздо проще взять то что реально умудрялась писать не на а она металл это конечно были западные образцы ну вот их было очень 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 мало я если честно но может быть магнитогорске что-то было в свое то время но основном не было ничего ну не было ничего понимаете то есть деки уже когда пошли то есть они уже по сути не нужны были в природе своей нормальные деки у меня потом будет дек потому что я хочу вернуться на круги свои естественно у меня будет немножко другой уровень и подхода то бишь я хочу немножко приподняться я никогда не буду слушать эти кассеты я никогда не буду слушать звучание больших пленок на том же аппарате но он будет стоять и он будет работать если вы сильно захотите но можно послушать но основное звучание основное звучание у меня есть там другая машинка то есть я поставлю у меня будет нормальный компьютер поставлю сделаю абсолютно нулевой процент шума есть такие штучки которые вам позволяют практически полной тишине слушать качественный компьютер потому что даже если вы будете говорить о уровне шума ну стандартном уровне шума от компьютера это будет по соотношению примерно примерно будет 70 децибел вряд ли больше нет есть которые компьютеры погромче жужжат а качество звучания примерно так оно и будет даже если это будет ваш ноутбук в любом случае у него есть вентиляторы то есть но всегда небольшой шум будет не идеально но будет и вот тогда тогда я могу использовать и флаки и в файлы и 320 для того чтобы я получал лучшее удовольствие но с другой стороны это же не только качество сегодняшнего звучания у меня есть другие агрегаты которые позволяют мне за пять тысяч рублей не просто послушать музыку а послушайте в качественно и с большим удовольствием чем на этой аппаратуре есть такие штуки ну а есть еще и киловаттники не слышали есть такая штука еще три киловаттника не слышали есть такая штука вот она звучит просто супер да но я сейчас хочу себе взять еще грубо говоря так 444 это уже 4 киловатта сабвуфера и примерно два будут сателлита ну так неплохо да то есть все это дело если все это дело вместе собрать плюс еще киловаттник докидать то бишь грубо говоря 4 есть 6 будет 11 10 киловатт звучание это будет круто это будет реально круто но это будет наверное для тех кто хочет понять настоящий аромат звука и когда 10 киловатт звучат как один киловатт то есть ниже вкуснее сочнее идеальнее это будет просто писк он будет я уже будет я буду стараться и поэтому я не хочу покупать то что в природе своей не стоит ничего то есть грубо говоря обыкновенная дека но 5 рублей но с какого перепуга засранный олимп мы будем платить 25 ничего реально ничего не умеет для чего платить эту сумму для чего я не понимаю вы понимаете я нет